Белшина. Знаете Белшина. Фамилию генерального директора знаете. Где он сейчас? В следственном изоляторе. Ты, наверное, помнишь, работая на Белазе, как мы создавали производство сверх крупногабаритных шин. Давали деньги, создали этот продукт. Ну, чуть-чуть, может, он еще не дотягивает. Для Гудьера, Мишлена и так далее. Так. Создали. С российского рынка эти все Гудьеры и Мишлены ушли. В прошлом году, после начала операции, все свернули свои финансы. Сегодня только давят крупногабаритные эти шины. Только давят. И цены на них начали подниматься. Так? Абсолютно верно. Что сделал этот Белшины генеральный директор? Он заключает договор с какими-то российскими, ну, я их жуликами называю, иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на 20, примерно, процентов 16 ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня. Деньги бешеные платят предприятия горнодобывающие. Прежде всего, в России. Вези не хочу. В убыток продают эти шины. Так? Да. От 7 до 14 процентов. И если по договору, если ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, по нижней себестоимости, то ты будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку или как-то. За невыполнение контракта. Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу договор посмотрел в тюрьму. Заключил. Ниже себестоимости на 20 процентов примерно продает. А российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60 процентов продают, перепродают товар. То есть посредник. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, представитель. Торговый дом. Торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины, но в конце не заберешь прибыль там. Потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции. И продает вот этим жуликам, которые перепродают его же товар на 60 процентов дороже себестоимости. Прибыль формируется там. Его предупреждают главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга. И еще там несколько человек. Первое. Так делать нельзя. Это убыток. Второе. Это нарушение законодательства. Я сколько раз от вас требовал. Уберите этих, необоснованных хотя бы посредников. Тебе это поручил. Вы продавали и кормили этих посредников. Вот работа генерального директора. Там, где у нас момент, я же говорил, не было бы счастья, несчастье помогло. Санкции. Мы сейчас можем поднять экономику Белшину в данном случае. И налоги вернуть, и задолженности. Предприятие может получить хорошие деньги. Генеральный директор, тех, которые его предупреждали, подчиненные. Ну, по показаниям. Я уже следственное дело раскрываю. Позавчера ночью целую изучал его. Он сказал, не подпишите, не будете делать, как я говорю, всех уволен. Вот кадровая политика, Наталья Ивановна, о чем я вам говорил. Вот кадровая политика директора. Вместо того, чтобы прислушаться к людям, которые его предупреждают. Я вас уволю. И все равно продам. Сейчас, впоследствии, он говорит, слушайте, для меня эти крупногабаритные шины, ничто. Я даже этим не интересовался. Во-первых, в район. А во-вторых, как-то маржинальным продуктом директор не интересуется. Это как у тебя на БМЗ проволока это или еще что-то там. За счет чего предприятие выживало. Абсолютно верно. Вот работа. Вот работа руководителя. Я почему тебе говорю? Он мне звонит. Говорит, Александр Грустакой был, хороший, посадили. Головченко следом Качанова третья. Ну так что? Получается так. Это наш, этот отвечать не должен. А это БЧБшник в тюрьму его? Нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь. Ну слушай, мы с тобой директорами были. Разве можно так работать? Я не знаю, так Александр Грустак.